Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проводится специальная оценка условий труда? Какие новые правила безопасности вступают в силу? О причинах производственных травм говорим. Сегодня в нашей студии начальник отдела производственных видов экономической деятельности и строительства Государственной инспекции труда в Самарской области Светлана Петухова. Ваши вопросы по этой теме задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Скажите, пожалуйста, количество случаев производственного травматизма, оно со временем увеличивается или уменьшается, если по статистике проанализировать? Ну, если проанализировать статистику 2014 года с аналогичным периодом 2015 годом, да, тенденция к снижению несчастных случаев на производстве у нас динамика как бы идет. Но тем самым вот эта статистика данных несчастных случаев по сравнению с разными странами мира у нас остается все равно очень высокой. Если, допустим, за 6 месяцев 2014 года у нас всего произошло несчастных случаев 83, за аналогичный период этого года у нас имеется 64 случая несчастных. Это уже идет, как вы видите, снижение. Из них тяжелых произошло у нас в том году за аналогичный период 54, в этом году 50 случаев. Из них смертельных у нас 20 несчастных случаев было в том году 2014 года, а в 2015 году у нас 12. Так что динамика как бы снижения идет, но это не связано с тем, что... Меньше стало производства. Да, меньше стало производства на всех предприятиях, организациях. Как бы создаются такие безопасные условия труда, которые бы способствовали вот этому снижению производственного травматизма. А с чем связано тогда? Ну, возможно, снижение производственного травматизма связано с снижением объема в производстве. Сейчас в связи с кризисом многие предприятия уходят на неполную рабочую неделю, либо является простой, допустим, за счет предприятий. Тем самым работодателям не создаются надлежащие безопасные условия труда, которые действительно бы приводили к снижению производственного травматизма. Скажите, пожалуйста, а случаи скрытия травм на производстве, они происходят? Вот как можно это проанализировать? Обычно говорят, там у нас столько случаев зафиксировано, но это только верхушка айсберга. Вообще кажется, что вот кто-то там не указал, скрыл и так далее. Или нет? Или сейчас невозможно скрыть вот такие случаи? Ну, как бы некоторые работодатели пытаются скрыть несчастные случаи на производстве, но это для них чревато потом последствиями. Потому что в зависимости от требований трудового законодательства, всех несчастных случаев работодатели обязаны сообщить в первую очередь в течение суток в исполнительный орган страховщика. Если он этого не делает, допустим, то уже предусмотрено соответствие за это административное ответственность за сокрытие несчастного случая. Это уже идет статья в Кодексе об административном правонарушении. А как выстроена схема? Вот как информация поступает к вам, допустим? Ну, допустим, у нас в рамках идет взаимодействие правоохранительных органов, Министерства здравоохранения, допустим, в рамках соблюдения приказов Минздравсоцразвития по 10.45 сентября месяца 2009 года, когда работник поступает в лечебное учреждение для оказания первой помощи пострадавшей, ну, в результате несчастного случая доставляет его либо работодателям, либо сам он обращается, он говорит, что при каких он получил травму, и фиксируется в извещении о работнике, доставленном в лечебное учреждение, и потом это лечебное учреждение направляет информацию к нам. Также лечебное учреждение обязано сообщить в правоохранительные органы, это в Следственный комитет, либо там в прокуратуру. Следственный комитет тоже такую информацию предоставляет нам. А работодатель обязан тоже сообщать вам или еще в какие-то другие органы, что вот произошло на его предприятии, на производстве такой несчастный случай? Или у него нет таких обязанностей? У обязанностей у работодателя есть сообщать, но в зависимости от того, какой категории несчастного случая относится к конкретной случай. Допустим, если работодатель стал, такая информация он получил, ну, во-первых, работодатель обязан запросить у лечебного учреждения, куда доставил работника для оказания первой медицинской помощи, медицинское заключение о характере полученных повреждений. И тогда уже, если согласно данному документу работнику установлен, допустим, травма, отнесенная к категории легких, работодатель расследует в установленном порядке в соответствии с положением расследования и сам этот факт несчастного случая на производстве. А если, допустим, указано, что данная категория полученной травмы относится к категории тяжелых, либо смертельных, он обязан в соответствии с 228 статьей информируясь предусмотренные органы и организовать расследование. Понятно. А к вам работники с какими вот жалобами, информацией обращаются? Ну, работники к нам зачастую обращаются в соответствии с 229 статьей точка 3 прим. Они обращаются в связи с тем, что они порой не согласны с проведением расследований несчастного случая, в части установления причин несчастного случая, в части установления лиц, допустивших нарушение в результате вот чего произошел несчастный случай, либо в части того, что работодателям был не расследован конкретный случай. И тогда вы уже подключаетесь? Да, мы уже подключаемся и проводим дополнительные расследования, запрашиваем документы, устанавливаем факты. Понятно. А в какие сроки вы должны, вот часто спрашивают, ну вот говорят, что отправил, кажется, вот такое там письмо или еще что-то, заявление. В какие сроки инспекторы должны ответить, отреагировать? Есть какие-то вот установленные сроки? Ну, во-первых, в порядке 59-го федерального закона, порядке рассмотрения граждан Российской Федерации, все вот заявления работников рассматриваются в течение 30 дней с момента их регистрации, да. Потому что, кажется, чем раньше, вот пока обстоятельства еще такие свежие, тем более травмирование или с тяжелым случаем, лучше, конечно, быстрее как-то действовать. А вот есть вот какая-то вот, на что вы реагируете быстрее, или вот все-таки 30 дней выдерживаются? Во-первых, у нас должна соблюдена процедура, мы же должны запросить документы у работодателя. От них еще зависит, когда они вам предоставили? Да, у нас процедура, допустим, зависит от того, мы направляем заказным письмом с уведомлением, чтобы подтвердить факт, что отправлены информации, чтобы у нас данное письмо, уведомление вернулось, что работодателем получил, потом мы должны дать работодателю срок на предоставление, на подготовку данных документов, это 10 рабочих дней, а потом уже, пока они нам доставятся, и мы обработать должны вот эти, рассмотреть все документы, принять решение. Поэтому здесь вот... Но все это время больничные оплачиваются, да, пострадавшему, вот как бы вот, все это вот, если... Ну, если листок нетрудоспособности выдан пострадавшему должным образом лечебным учреждениям, указан верный вид нетрудоспособности, что это несчастный случай на производстве, в любом случае эти листки подлежат оплате. К нам приходят ваши коллеги из федеральных служб, и все рассказывают о том, что вот очень много вводится интернет-сервисов, которые облегчают работу сотрудников. Вот хотелось бы узнать в инспекции труда, вот что-то появляется новое, инспекторы, которые вот могут ответить интерактивно на какие-то обращения? Да, у нас имеется сервис на федеральной службе по труду и занятости интернет-сервиса, это электронный инспектор, который был у нас уже запущен в конце 2014 года, на котором как работники, так и работодатели, могут найти соответствующие ответы на вопросы. На свой вопрос или на общие какие-то? Нет, сейчас на 10 общих вопросов, там на этом, как вот это электронный инспектор, который может правильность проверки изданий приказов при приеме на работу, содержание трудовых договоров, вот в соответствии с трудовым законодательством, про увольнение по инициативе как работника, так и работодателей увольнения, как при случае ликвидации организации, там вот все вот такие вот. Но к концу года вот там перечень этих вопросов будет расширена. А вот такой интерактивной прямой связи, допустим, вот написал вам работник жалобу, специалисты у вас могут ответить напрямую, ну и через какое-то время ему? Есть такое или нет? Ну, могут нам, также обращаются к нам за, как консультации, правильно. Через интернет, да? Да, у нас есть тоже онлайн-инспекции, тоже также мы отвечаем, консультируем. Если, допустим, у работников какие-то, или также у работодателей возникает вопрос, они пишут нам в просьбе, просим дать консультацию, разъяснение по такому-то вопросу, как принять меры, как правильно действовать в рамках трудового законодательства. Мы также им письменно отвечаем, основываясь на статье. Скажите, пожалуйста, вот самой травмоопасной все-таки сферой производственной какая остается? Потому что говорили, вот помню, ваши коллеги тоже приходили, по-моему, строительство было на первом месте. Это все так же или нет? Да, все так же строительство остается на первом месте травмоопасным производством, где много очень случаев зафиксировано, как несчастных случаев со смертельным исходом, так и тяжелых несчастных случаев. Зачастую данные эти несчастные случаи, происходят вследствие падения работников с высоты. А что-то уже зафиксировано, что большинство в строительстве, большинство в падении с высоты, что-то меняется в законодательстве, в каких-то нормах, чтобы это все предупреждать? Да, меняется. С 6 мая 2015 года вступили новые правила по охране труда при работе на высоте, которые имеют существенный ряд отличий по сравнению с действующими до того периода правилами, правила по охране труда при работе на высоте. Там эти правила повышают ответственность работодателей в части применения СИС, прошедших в установленном порядке испытания, качественности этих СИС, также порядок проведения обучения по вопросам при работе на высоте, с выдачей работникам соответствующих удостоверений. Там эти правила подразумевают, подразделяются обучение на три группы. Первая группа и вторая, у них срок обучения, порядок действий на три года, у третьей группы на пять лет. Потом здесь производится обучение работников в правильном применении вот этих СИС, которые должны применяться при работе на высоте. Обязательно для назначения ответственных лиц, которые контролируют выполнение работы на высоте. Но также изменилась критерия работы, какая работа является на высоте. Если раньше это было 1,3 метра, то сейчас новыми правилами регламентированы. Работа считается на высоте. Это работа, где рабочее место расположено 1,8 метров. Понизилось, да? Повысилось наоборот. 1,3 раньше было в правилах, считалось работой на высоте, а сейчас 1,8 метра. 1,3 – это что, 1 метр 30 сантиметров? Да, да. То есть вот если сидит на стуле человек, стул там 80 сантиметров, то это уже, и он упал, это уже не к этим случаям. Нет, это не высоте. Это уже понятно. Поступает к нам первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Я мылся в душе на производстве, уронил мыло, подскользнулся, сильно ударился рукой, по-моему, вывих. Это производственные травмы или нет? Ну, согласно положению расследования несчастных случаев и трудового кодекса, несчастные случаи на производстве являются, которые работниками получены на территории предприятия, в рабочее время иные установленные перерывы с застрахованным лицом и при выполнении работ обусловленным трудовым договором. Если, допустим, работникам получено травма в бытовом помещении в рабочее время, то это входит в иной установленный перерыв. То есть он подлежит, относится, он подлежит расследованию. А как вот механизм действия? Ну, вот это понятно, что это не совсем производство, и вот как-то вроде бы такой случай нетипичный. Вот как ему действовать? Потому что тут видно, что мужчина никуда еще как бы и не обращался, если он у вас спрашивает. Ну, если он спрашивает, он обязательно в такие случаи подпадает под расследование, он должен известить своего непосредственного руководителя, чтобы с ним произошел несчастный случай, при каких обстоятельствах. Зачастую многие работники, когда происходят такие травмы, они не ставят в известность непосредственного руководителя и уходят на листок нетрудоспособности, там болеют, а потом приносят, и зачастую для руководителей становится это как бы сюрпризом большим, потому что оплатили сток, надо оформлять. Такие случаи, если, допустим, работодателям не применены меры в установленном порядке, должным образом сразу к расследованию расследуются по заявлению работника в течение 30-дневной сроки. Понятно. Вот вы сказали подробно о нормах производственного травматизма при работе на высоте, ведь у нас очень много устанавливают пластиковых окон частные организации, и они тоже там вот работают на такой высоте. Вот скажите, есть случаи производственного травматизма в таких организациях? К вам кто-то обращается или нет? Ну, у нас, во-первых, очень... Потому что, кажется, частные предприятия, мало ли кого он там нанял на эту работу. Трудовое законодательство не зависит от того, что частные предприятия, нечастные предприятия, государственные предприятия распространяются на все виды правовых форм собственности. Потом, допустим, большой вопрос стоит в что, состоял ли работник в трудовых отношениях? Если, допустим, происходит зачастую, сейчас многие работодатели уходят от оформления трудовых отношений, нанимают работников, с ними не оформляют, трудовые договора не заключают, приказы о приеме не сдаются. Нам, конечно, мы такому работнику тоже рассматриваем заявление, пытаемся работодателю, потому что введены изменения в трудовой кодекс, что фактический допуск мы должны подтвердить работника, что он работает и выполняет обусловленную трудовым договором работу. Стараемся, как бы сказать, обязать работодателя оформить с данным работником трудовые отношения, потому что фактический допуск, если был произведен, и работник был допущен с ведома работодателя и выполнял трудовую функцию, которой работодатель это и занимается трудовой функцией. Такие случаи тоже стараемся мы расследовать. Скажите, а наиболее опасный возраст, что ли, так спросить, вот кто чаще всего подвергается травмам на производстве? Ну, чаще, если, допустим, смотреть статистику по возрасту и по несчастным случаям, то, конечно, мы такую тоже ведем статистику. Допустим, от 20 до 30 лет произошло, допустим, 11 несчастных случаев, от 30 до 40 лет – 10, от 40 до 50 – 7 несчастных случаев, от 50 до 60 – там 18. Но это как случаи у нас учитываются как связанные с производством, так и несвязанные с производством. И зачастую мы видим, что наиболее вот такая категория самого такого населения, которое трудоспособного от 20 до 40 лет, больше подвержена вот этим данным несчастным случаям. Вот хотелось бы подробнее остановиться на случаях, все-таки в такой более возрастной категории людей, которые, как это называется, вот… Наиболее подвержены. Подвержены. И не то, что вот они там ударились и травму получили, а вот в силу каких-то там, ну, я не знаю, сердечно-сосудистых заболеваний, вдруг с ними что-то случается, вот это… Как им потом быть? Вот случился там у него инфаркт, инсульт именно на работе. Он не стукнулся там, не упал, не повредился. А вот эта категория, как она расследуется? У нас в соответствии с трудовым законодательством есть, допустим, мы расследуем все несчастные случаи, которые произошли на территории того или иного предприятия. Но есть такие случаи, которые по результатам, как бы сказать, смерти могут квалифицироваться как не связанные с производством. Это если смерть наступила вследствие общего заболевания, подтверждённого в установленном порядке медицинским заключением. Если, допустим, смерть наступила вследствие отравления наркотическим и алкогольным, там не связанных с технологическим процессом использования данных, веществ, да. И если смерть наступила вследствие того, что, допустим, работник, ну, правоохранительными органами, как суицид у нас зачастую бывает в установленном порядке, допустим, знал там, ну, к чему это привести, ну, это должно обязательно должными документами подтверждаться. И в таком случае родственники ни на какие компенсации рассчитывать не могут, да? Нет, не могут. Но если только, допустим, коллективным договором, либо какими-либо другими локальными документами предприятия, они окажут им какую-то там материальную помощь. Вот. Но зачастую мы здесь каждому вот этому конкретному несчастному случаю, который даже если имеется смерть вследствие общего заболевания, мы, допустим, вот как бы рассматриваем все воздействия вредных производственных факторов еще, которые могут влиять на вот это заболевание, на ухудшение состояния здоровья данного работника. И если вина вот как-то предприятие производства признается, то какой-то иск тогда получается? Ну, как бы сказать, если, допустим... Если доказано, что это вредно, вот он сидел всю жизнь там. Вредный фактор. Допустим, смотрим медицинские показания, какой работник имеет. Может он работать, допустим, в ночное время? Может ли он работать там по 12 часов в соответствии с медицинскими показаниями? Если, допустим, у работника не проведен медицинский осмотр, то мы пытаемся, чтобы родственники зачастую не согласны с проведенным расследованием, чтобы, допустим, они обращаются к нам в инспекцию, мы проводим дополнительные расследования, выдаем предписание работодателю, что составить акт формы на один о несчастном случае на производстве. Зачастую работодатели составляют, зачастую они наши действия и предписания в судебном порядке обжалуют. Или, допустим, составляют, но фонд социального страхования признает нестраховым. Тогда мы готовы вместе с этими, кто обращался в инспекцию, иск, и против фонда социального страхования выходим в суд за связь с производством, чтобы случай являлся страховым. А вообще, что касается медицинских осмотров, ответственность за их проведение на ком лежит? Ответственность за проведение? Следить за тем, чтобы был проведен, чтобы обследовался человек. Ответственность лежит на работодателе в соответствии с 302Н приказом. Это предусмотрено 213 статьей Трудового кодекса и 212 статьей Трудового кодекса, что работодатель при приеме на работу организует проведение периодических медицинских осмотров. На некоторых видах работ это год. Допустим, лица до 21 года подвержены ежегодному периодическому медицинскому осмотру. Если работает работник во вредных производственных факторах, там 2 года. Ну, в зависимости от воздействия этого фактора, есть и ежегодные медосмотры. А можно пожаловаться на работодателя? Вот вы сейчас сказали нормы, да? Молодой человек до 21 года ни разу не обследовался. Вот это можно вам, пожалуйста, в инспекцию сказать, почему меня не обследуют, хотя работодатель обязан? Будут приняты меры, будет проведена проверка, будут это. Но зачастую вот еще у нас и качество проведения медицинских осмотров желает... Просто печать ставит. Да, влиять, оставлять за собой лучше, и проводится многими работодателями формально. Вот, допустим, если изучать вот федеральный закон о порядке проведения периодических вот этих медицинских осмотров, это 302Н, то, как бы сказать, там все увидишь, и зачастую работодатели, как бы сказать, уклоняются от проведения вот этих медосмотров. Ну, за это предусмотрены очень сейчас жесткие страхные санкции. Да? Да. Поэтому кто скупой платит дважды, как говорится, да. А скажите, вот производственные и непроизводственные травмы смертельные на производстве, они как вот ранжируются? Как вот это? Производственные и непроизводственные смертельные травмы? Ну, это как бы сказать, вот я вот сейчас уже сказала, что в соответствии с трудовым кодексом у нас подразделяются, если смерть наступила вследствие общего заболевания, то это будет как бы подтвержденный в большей части непроизводственный травматизм. А если наступила на производстве при выполнении трудовых обязанностей в рабочее время, то это застрахованным лицом, то это обязательно будет производственные травмы. Да, и для всего этого, чтобы все это подтвердить, нужно проводить оценку условий труда, да, что в качестве там нет вредных условий. А как сегодня проводится вот оценка условий труда? Какие-то есть изменения? И вообще, как это увидеть? Вот проводится она, не проводится? Как это вот работник может это почувствовать на себе или оценить? Обязательным условием при расследовании несчастного случая, сейчас в положении порядка расследований несчастных случаев, также в трудовой кодекс снесены изменения, которые вступили в действие с июня 2014 года, допустим. Обязательно при расследовании несчастных случаев мы должны написать, проведена ли она при выполнении которой произошел несчастный случай по туэльной профессии, специальная оценка, это с 1 января 2014 года, либо до 1 января 2014 года аттестации рабочих мест, либо не проведена, с каким фактором это имеется воздействие вредного, опасного фактора на данном рабочем месте. Поэтому сейчас работодателям выгодно не проводить специальную оценку условий труда, а также они обязательно, но некоторые нерадивые работодатели не торопятся с проведением специальной оценки условий труда. Вот в этом 426 федеральном законе четко прописано, что обязанности по проведению специальной оценки условий труда возложены на работодателя. И в первой статье Трудового кодекса у нас говорится и в 212 статье Трудового кодекса, что при приеме на работу работника должны ознакомиться с теми условиями труда, в которые он принимается на работу. То есть это либо с карты аттестации рабочего места, это по 31 декабря 2013 года включительно, либо со специальной оценкой условий труда, это с 1 января 2014 года. Вот работник обязательно должен быть ознакомен. Также внесены изменения в 57 статью Трудового кодекса, в связи с тем, что в Трудовом договоре обязательно должны быть указаны условия труда, в которые работник принимается. Также гарантии, компенсации за работу в этих условиях труда. Скажите, пожалуйста, надзорные и контрольные функции инспекторов труда, они какие? Какое направление выбрано инспекцией труда? У вас есть какие-то полномочия? Конечно, есть у нас полномочия. Что, какие тенденции? Какая роль отводится тенденции? Какой подход вообще? Ну, подход у нас, мы осуществляем надзорно соблюдением трудового законодательства. Большую частью, как работники осуществляют этот контроль, наши действия в госинспекции прописаны в 356 статье, в 357 статье Трудового кодекса. В связи с этим мы выполняем свои полномочия по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. Ну, какое-то новшество появилось, по-моему, сокращенно РОД или РОП. Да, вот это хотелось бы поподробнее. Ну, и что у нас, как бы сказать, есть такая тенденция, вот это риск ориентировочного подхода РОП в надзоре в области трудового законодательства. Это что такое? Ну, это изменение в надзорной деятельности инспекции. Это усиление, усиливается, да? Да, да, контроль надзорной деятельности на профилактике и предупреждении нарушений, также профилактика, предупреждение производственного травматизма, формирование законопослушного работодателя. Вот сейчас к нам многие, допустим, работодатели обращаются с выдачей им декларации доверия, сертификатов работников работодателю. Мы такие рассматриваем заявления и выдаем работодателям данные декларации. Если, допустим, на предприятии не происходили несчастные случаи, там обязательное заполнение 20 пунктов, которые должны положительные, допустим, результаты иметь. То есть, но это гарантирует работодателям, что в случае, если у них нет таких серьезных нарушений, нет несчастных случаев, они, как бы сказать, мы их не проверяем 5 лет. То есть, они освобождаются от проверок. Но если несчастные случаи происходят один раз, происходят два раза, мы таких работодателей тоже в покое не остаемся. Мы эти заявления у них отзываем, их извещаем и говорим, нет, раз вы не можете обеспечить безопасные условия труда, значит, вам будет, как и всем, такие проверки. Понятно. Вот всегда интересно, в отношении малых предприятий, частного бизнеса, в последнее время какие-то налоговые льготы, еще как-то их оберегают, не проверяют какое-то время, стремятся лишний раз не беспокоить. Вот у вас какая-то политика в отношении существует? Как и есть, мы малый бизнес как бы не проверяем, если плановые проверки, мы их не включаем, стараемся не включать с численностью до 100 человек. И поэтому, если, допустим, не было несчастных случаев, не было в отношении них составлен протокол об административном правонарушении, потому что большую часть вот этих всех нарушений и творятся-то в предприятиях малого бизнеса. Как вот был большой бизнес, они вроде придерживаются трудового законодательства. Там и специалисты есть, которые за это отвечают. И специалисты есть, и службы есть, и работа проводится. Большую часть вот, конечно, тенденции нарушения трудового законодательства и происходят в предприятиях малого бизнеса. Но мы как-то, вот если не поступают письменные обращения работников, мы проверки в отношении них не инициируем. А вот еще тоже хотелось знать, очень важная роль принадлежит как раз специалистам по охране труда, да? Вы как-то вот их, вы можете уровень проверять? Это входит в ваши обязанности или нет? Или это тоже в обязанностях работодателя, как бы, уровень профессиональный? Ну, в обязанностях работодателя, как бы... А вдруг плохой вот работник? Вдруг он вот из непрофессиональной компетенции, некомпетенции своей плохой исполняет? Ну, во-первых, всякими у нас единым тарифно-квалификационным справочником, который ввел и сказал, что, допустим, требования к специалисту по охране труда. Раньше он назывался инженер по охране труда, поэтому сейчас он регламентирован требованиями, что он должен называться специалист по охране труда. И в связи с назначением на эту должность, там указано, кто назначается, скажем, стаж работы, какое он должен образование иметь, какую он тогда должность может занимать. И поэтому сейчас работодателям принимаются все, как бы, меры. В процессе работы он принимает работников. Соответственно, с 225-й статьей Трудового кодекса он обязан обучить. Да, и повышать квалификацию, там все меняется, вот вы говорите. Да, на знание вот этих прав и вот эти нормативно-технические всей базы. И обеспечить проверку знаний и требований охраны труда данного специалиста в объеме 40-часовой программы. Да, но это на ответственности работодателя. Вы как бы к этому... Работодатель обязан создать службу охраны труда. Обязательно. У нас 217-й статьей Трудового кодекса предусмотрено, что с численность работников до 50 человек возлагает работодатель на себя, либо на договорных условиях приглашает какую-то организацию, а с численностью свыше 50 человек создается служба охраны труда, которая... А вот этот специалист, он не может совмещать должности? Никакие... Ну, наверное, отвечают полностью. Служба подразумевает собой наличие освобожденного специалиста. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы, рассказали об этой теме. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!